Для новочебоксарцев 2 августа Ильин день стал двойным праздником. В собор Святого Равноапостольного Великого Князя Владимира приехал Святейший Патриарх Московский в Сеяруси Кирилл. Люди начали собираться задолго до богослужения. Светлые одежды, цветы, все это подчеркивало значимость события. Праздничную службу возглавил Святейший Патриарх Московский в Сеяруси Кирилл. В храм пропускали семьи с детьми немощных. Но литургию слушали не только в соборе, но и на улице. На больших экранах велась трансляция. Увидела Патриарха Кирилла. Это в моей жизни будет первый раз, единственный раз. Я думаю, что это никогда больше не повторится. У меня такое восторженное настроение, столько народа, такая аура. Я верую в Господу Бога, как все православные люди, ни больше, ни меньше. Мы, как казаки, обязательно должны были принимать Патриарха. Да. Казак это кто? Это воин Христов. Правильно? И мы защитники православной веры. После божественного богослужения Патриарх Кирилл отметил наградами православной церкви тех, кто внес посильный вклад в дело восстановления и строительства храмов. В своем слове Патриарх отметил, что нынешнее время для церкви – один из самых благоприятных периодов. Власть с уважением относится к вере, а церковь не входит в управление государством и при этом может нести пророческое слово. Пусть Господь преклонит главу милость свою ко всем нам, к церкви нашей, к Отечеству, к земле Чувашской. И будем помнить тот великий урок, который всем нам преподал святой древний пророк Божий Илья, пошедший на многие и многие страдания, для того, чтобы в народе своем укрепить веру в истинного Бога. Святейший Патриарх Московский в Сея Руси Кирилл поблагодарил главу Чувашской митрополии Варнаву за долголетние труды на Чувашской кафедре и пожелал, чтобы и впредь активно развивалась церковная жизнь в Чувашии. Вручил юбилейный панагию и крест, созданный по случаю тысячелетия о представлении святого равноапостольного князя Владимира. Его святейшество выразило слова благодарности Михаилу Васильевичу Игнатьеву за труды на посту главы республики. Вы, как политик, прекрасно знаете, насколько важным является фактор народного единства. И управляя этой многонациональной областью, как я знаю, делаете все для того, чтобы на этой земле был мир и согласие. Каждый из собравшихся верит в силу молитвы и в этот день просит Бога не только о личном счастье, но и молится за тех, кто еще не переступил порог храма. Вера помогает вообще делать многое, даже когда трудности бывают, преодолевать помогает. И даже когда на службе стоишь, три часа, четыре часа, не замечаешь, что устаешь, по сути дела. Я прошу, чтобы жизнь была у нас счастливой и у всех. Всем здоровья и вам тоже. Счастья вам и чистого неба над головой всем. Войны никогда, никогда, чтобы не было. Святейший Патриарх Московский в Сея Руси Кирилл и временно исполняющий обязанности главы Чуваши и Михаил Игнатьев возложили цветы к монументу славы в Мемориальном парке Победы. В годы войны более 208 тысяч уроженцев Чувашии боролись с фашистами. В родные края вернулся лишь каждый второй. По словам предстоятеля Русской Православной Церкви, ветераны, те, кто помнит военные годы, являются носителями исторической памяти. Их слова могут действовать на подрастающее поколение куда сильнее книг и военных фильмов. Святейший Владыка призвал ветеранов передавать память о войне молодым, пока есть силы. Строящийся в столице республики большой соборный храм в честь преподобного Сергия Радонежского по праву может стать духовным центром Чувашия. Расположен он очень удачно на улице Калинина между Домом Союзов и Художественным музеем. Будет виден со многих точек. Господи Божий наш, изволивай на всем месте и на всем положенном во имя Твое и благословенном камне основать себе церковь, сам Твоя от Твоих Тебе приносящих. Воздвижение к Твоему словословию создаваемого храма в честь и память преподобного Сергия Гумена Радонежского. Святейший Патриарх Московский, всея Руси, Кирилл, временно исполняющий обязанности главы Чувашской республики Михаил Игнатьев, строители храма, заложили капсулу. Ваше Высокопреосвященство, владыка Варнава, уважаемый Михаил Васильевич, глава Чувашской республики, дорогие отцы, братья, сестры, я всех вас приветствую с историческим событием. С закладкой нового храма в городе Чебоксары в честь святаго преподобного Сергия Радонежского. Великого угодника земли русской, великого святого и великого государственного деятеля. Святой преподобный в своей жизни соединил и служение Богу, и служение Отечеству. Верим, что храм в скором времени будет построен. Храмы строятся тогда, когда в них есть потребность. А если потребность есть, то это значит, живет вера в сердцах. Инициатива строительства собора принадлежит митрополиту Чебоксарскому Чувашскому в Арнавии, временно исполняющему обязанности главы Чувашии Михаилу Игнатьеву. Строители постарались на славу. Регион «Жилстрой» благополучно завершил нулевой цикл строительства храма. Не каждому строителю данного поучаствует строительство такого объекта, уникального, как храм, в данном случае Сергия Радонежского. Лично мне очень приятно, что я принял участие в этом строительстве. Храм в честь преподобного Сергия Радонежского строится за счет средств прихожан и меценатов. Неравнодушные жители Чувашии активно участвуют в акции «Именной кирпич». Прекрасное ощущение. Радость, что народ идет к Богу. Все, что меня связывает с нашей Чувашией, мне это очень дорого и, как говорится, близко к душе. Строительство храма – дело благое, ведь строятся они на века. Для наших детей, внуков, для нас самих. Приятно чувствовать свою причастность к этому священному делу. Добро не имеет границ.